Сумерки богов Человек 100 оценили как удобно И дешево получать краткий курс Через постаматы Сберлогистики Тем более, что я объявил Акцию к Всемирному дню оперы Доставка Сберлогистики бесплатна Кому интересно, пишите В личных сообщениях в Фейсбуке Вконтакте, Инстаграма Субтитры подогнал «Симон» Как я объявлял на Фейсбуке в субботу Я решил не ходить на галоконцерт Пласида Доминго и других артистов В Большом театре Билет свой я отдал одному подписчику Который сидел хуже, чем я Но не только альтруизм заставил меня так сделать В нынешнее время очень хочется Настоящего, интересного, музыкального Того, чего мы были лишены В последние месяцы И я вдруг остро ощутил, что очередной концерт Звезд с наредкой заре и дуэтов Вряд ли можно будет отнести К разряду художественных достижений За минувший год я был на двух Подобных концертах с участием Доминго И ничего прекрасного в этом не было Наблюдать, как почти 80-летний дедушка Вертится, как белочка в колесе Чтобы срубить бабла Мне, в прошлом поклоннику Доминго Много раз, слышавшему его В коронном репертуаре Лирико-драматического тенора Просто противно Кстати, по поводу лексики Тут меня упрекают, что я использую часто Выражение вроде Срубить бабло А как же это назвать иначе? Вы не чувствуете тонкости? Вот эти все бесконечные галоконцерты Они никакого отношения не имеют К выражениям заработать денег Получить гонорар Это именно рубить бабло Любой ценой Кстати, цена всего этого Очень высокая Неправомерно высокая В России меньше, чем за 100 тысяч евро Чистыми За один выход Прославленный в прошлом певец Не выступал Плюс всякие президентские люксы И частные самолеты Даже Гергиев До сих пор державший монополию На Доминго в оперной России Еще есть всякие дельцы Вроде Барвихи или Крокуса Не считал возможным Приглашать его больше одного раза в год Зачем такие сумасшедшие деньги Тратить на других Когда можно потратить на себя Но Большой театр в этот раз Не только предоставил свою сцену Для Доминго дважды Он дирижировал Манон Лископ Пучини И это была отдельная история С географией Кавказа А второй раз был галоконцерт С громким названием Куда даже рядовых участников Свозили частными самолетами Они выкладывали потом Russian Style этот В инстаграме Ну и не говоря уже о звездах Но было объявлено Что до конца сезона Доминго еще и споет В Тревиате Дон Карлосе В еще одном таком концерте Продирижирует двумя богемами То есть суммарно В Большом театре Появится 9 раз за сезон Кто умеет умножать Пусть умножит И получит очень большую сумму Думаю все это далеко Уже перевалит за миллион При том что в карантин Владимир Урин объявил Что каждый день теряет 9 миллионов рублей То есть вроде как В убытках ужасных Но оказывается нет В России как всегда Все принимает уродливые формы Как вы понимаете На западе Доминго не берет Таких денег Да и цены там Позволяют окупить затраты Порой У нас все иначе Потому что тех людей Которые принимают решения Не интересует Художественная сторона вопроса Они преследуют Свои личные цели Оказалось что Доминго Пытались пригласить В совет по культуре При президенте Может отсюда Так много денег И еще не угасшая надежда Что он все же согласится Пока отказался Для Владимира Урина Это прекрасная возможность Отбить очередную атаку Николая Цискоридзе Который открыл в соцсетях С большим опозданием Свои аккаунты И тут же всю мощь Своих немолодых подписчиц Кинул на борьбу За пост генерального директора Большого Но такой козырь Чем перебить Доминго не будет работать С плохим директором же Сюда же потягиваются Наши отечественные звезды Которые чувствуют Именно здесь сейчас пахнет деньгами Здесь надо петь почаще Хоть раньше они пренебрегали Москвой Потому что здесь сейчас гонорары Если не такие как у Доминго То всяко больше чем в Вене Или в Мюнхене Где деньги считать умеют Где думают о художественной составляющей Но понимают Что сейчас время двигать Молодых певцов С меньшими гонорарами Когда меня весной спрашивали О возможных сценариях Развития оперного мира После пандемии Я именно такую теорию выдвигал Но Россия особая страна С одной стороны закрывают Камерную сцену Большого театра Бывший театр Покровского Чтобы потрафить Собянину Артисты оттуда были возмущены Что именно их отправили на карантин С другой стороны В Большом шахматная рассадка И ничего не продается А значит доходы никакие Эти доходы театр раньше и пускал На подобные мероприятия Но есть еще попечители Спонсоры и так далее Да и госбюджет в Большом театре Велик В лучшие времена Большой имел суммарно 135 миллионов евро в год Из них 57 процентов То есть 77 миллионов евро От государства Для сравнения Бюджет Ласкала Примерно 124 миллиона евро Билеты на галаконцерт Стоили до 15 тысяч рублей Продавались по паспортам Но у спекулянтов Откуда бы Они тоже были По 70-80 тысяч И откуда они их берут Диву даюсь И когда сегодня Со всех сторон Раздается вой Про то что гибнет культура Про это особенно Любит поговорить Анна Нетребко То мне не очень понятно Почему в этой непростой ситуации Большой театр Тратит так много денег Просто на свой имидж Сегодня ничего не продается На рядовые спектакли Так снести цены Пусть наконец Театр сходят те Кто не мог Последние десятилетия Себе этого позволить А недостачу Покройте Из потраченного На частные самолеты А сколько трансляций Можно было бы провести На высоком уровне Чтобы люди смогли Увидеть спектакли Большого театра На удаленке За всю пандемию Показали три Оперных спектакля А ведь в театре Есть даже свои мощности Шикарно оборудованная Видеостудия Знаете За минувшую неделю Было столько Околотеатральной возни Будет петь Старит Нитребко С Доминго Манон Лиско Не будет петь Почему он был Назначен на спектакль А потом сдвинут Это естественно Породило теории Заговоров Было ощущение Что битва за Нагорный Карабах Чудом переместилась На театральную площадь Но это все и есть Самое отвратительное В нашей жизни Когда людям На самом деле Неинтересна опера Им интересны Наряды звезд Скандалы Брендовые имена Кстати тем Кто даже и не собирался Пойти в театр Еще интереснее Но я еще раз повторюсь Никакого отношения К искусству Все это не имеет И если присутствие Какого-либо Артиста Вызывает такие Жаркие разногласия Такие скандалы То надо перестать Приглашать таких артистов Это и есть Репутационный менеджмент А не отправка Частных бортов За солистами Даже если Доминго Послушал призывы Своих армянских поклонников И решил Что не будет выступать Со стариком Нетрепко То его можно понять Доминго уж точно сейчас Меньше всего Нужны новые скандалы Как вы знаете Для него закрыты Американские театры Где можно было Подсобрать Такие гонорары На спонсорах Так что цель Этого человека Погрязшего в скандалах На сексуальной почве Просто заработать Немного денег И да Господа хорошие Он и к этим женщинам Приставал Это в оперном мире Всем всегда было известно И не только он Мало того Мы знаем тех Кто после связи с Доминго Получил доступ к сцене И зачем ему в этой ситуации Опять какие-то скандалы Да еще чужие Конечно он был в Баку Пел там С еще одной солисткой Большого театра Динарой Алиевой Азербайджанскую народную песню Но это было давно И та сотня тысяч евро Давно истрачено А зачем ему вписываться За одну из сторон Вооруженного конфликта Сейчас Когда у него маячит Девять выступлений В Большом А старику не требко Теперь всю жизнь Жить с ощущением Что его спихнули Из-за инстаграм-агитаторства И даже если это не так То все и всегда Будут думать Что так Потому что С концерта Не сместили Опять же Из-за жены Тут опять просится Очевидный вывод И сколько бы он Не выкладывал видео В которых он Лебезит вокруг Старшего товарища Все равно Ему уже никогда Не отмыться От этой неоперной истории Кстати Очевидно Что и толпа Поклонников Нетребко уменьшилась От таких выходок Ее старика А так Недалеко и до развода Тем более Что история Уже это повторяется Но в последние дни Интернет кипит Как раз не этим Когда старик Нетребко все же Спел Манон Леско Без Доминго Его супруга Окончательно Испортила репутацию Большому театру Выложив пару минут За кулисья И тут вся эта толпа Поклонников Завыла Как они смеют Такое показывать На сцене Большого театра Спектакль Адольфа Шапира Точно нельзя назвать Шедевром Но почему эти люди Считают возможным По 20 секундам Выносить вердикт Их возмутил тот факт Что в массовке Есть накачанная женщина И они пишут Что это безобразие И надругательство Так вот Вот я хочу сказать Что в этом спектакле Было безобразие И надругательство Когда они Требко с мужем Дохали в последнем акте Умирая на глазах У публики В этом спектакле Было надругательство Когда такой слабый Дирижер как Доминго Дирижировал Этой сложнейшей партитурой А у меня есть фидбэк От некоторых музыкантов Оркестра Большого театра Там много проблем было Надругательство Когда Большой театр Из спектакля в спектакль Ставит артистов Которые с трудом Справляются с этой оперой Пучини Надругательство Это спектакли Вроде Евгения Онегина Арье и Пиковой дамы Туминеса Наконец надругательство Это впаривание Галоконцертов Под девизом Много звезд не бывает Когда вроде бы Театр весь в убытках Вот это Настоящее непотребство Ну а наши звезды Плевали на гонорары Доминго Они рванули в Питер Где опять Срубят баблишко Не особенно выкладываясь Это теперь норма Публика дура А в Мариинском театре Она уже совсем От гергиевского конвейера Потеряла представление О том Что такое хорошо Кстати Там цены Даже выше Чем в большом Но потому Как билеты Разлетаются Точно горячие пирожки Ясно Что в Питере Живут богато В бедном городе Разве будут делать Самые дешевые билеты От 6 тысяч рублей Гергиеву Теперь нужны новые козыри Уверен Что он не простит Большому театру То Что у него Отобрали Доминго Запасаемся попкорном А поклонникам Доминго Надо уже сейчас Начать копить деньги На все будущие Выступления Артиста в большом Им все равно Поет ли он Тенором Или баритоном Маршет Изображая руководство Оркестра А значит Им и платить Несусветные деньги За то Что на самом деле Давно превратилось В зарабатывание Гонораров Нет В забивание бабла Значит гармония достигнута Кстати говорят И концерт памяти Хворостовского И Дон Карлос В Мариинском театре Будут записывать А мы подождем Трансляции нормальных театров С нормальными артистами Имена которых Известны меньше Доминго Или может быть И незнакомы тем Кто учит наизусть Гардероб нетребка Ее мужа Но артисты Они достойные Спасибо что Сегодня вы были с нами Подписывайтесь на наш канал Здесь и в Телеграме Помните что Мы всегда говорим Вам только правду Мы экономим Ваше время И ваши деньги Будьте здоровы И до новых встреч На канале Сумерки богов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода